Представьте, что вам подарили коробку бельгийских трюфелей и швейцарских шоколадных конфет, которые красиво упакованы. Когда вы открываете коробку, вы видите, что каждый шоколад был отдельно декорирован и аккуратно уложен, сохраняя свой неповторимый вкус. Однако, откусив конфету, вы чувствуете, что шоколад не свежий, и замечаете внутри червей. Несмотря на красивую оболочку, оказалось, что внутри конфета испорчена и была непригодна к качеству пищи. А теперь представьте, что вам подали те же бельгийские шоколадные трюфели и швейцарские пралине, они были свежими и качественными. Однако на этот раз упаковка была отвратительна. Вместо того, чтобы стильно и гигиенично упаковать, их бесцеремонно положили в покрытый грязью пакет, испачканный полосами засохшего жира и других веществ. В этом случае, даже если сам шоколад хорош, упаковка настолько отвратительна, что вы не решитесь съесть их. Данный пример может быть преувеличенным, однако он подчеркивает важный момент, и внутренний, и внешний вид одинаково важны. Хадисе говорится, что Аллах не смотрит на ваш внешний облик, а смотрит на наши сердца и деяния. Некоторые люди неверно истолковывают этот хадис так, будто им дозволено одеваться и выглядеть так, как им заблагорассудится, потому что у них в кавычках «чистое сердце и намерение». Но это неправильно. Правильное значение хадиса состоит в том, что Аллах не судит нас по таким аспектам, как цвет кожи, рост, физическая красота и так далее. Следовательно, человек, наделенный красотой, и непривлекательный человек, темнокожий, белый, низкий и высокий, все будут любимы Аллахом, если их сердца будут наполнены богобоязненностью, а их поступки будут соответствовать шариату. Никто не будет иметь преимущества перед другими в достижении довольства Аллаха, только потому что он привлекательнее или выше ростом. Этот хадис не означает, что нет никаких законов и предписаний шариата, относящихся к внешнему виду человека. Наоборот, существует множество требований шариата относительно того, как должен выглядеть мусульманин. Например, касательно волос. Женщинам запрещено коротко стричь волосы, чтобы не походить на мужчин, а мужчинам запрещено красить волосы и бороду в черный цвет. Касательно одежды, женщинам обязательно ношение хиджаба, не говоря уже о его условиях, а мужчинам нежелательно надевать облегающую одежду. И мужчинам, и женщинам следует убирать лишнюю растительность на теле и ногти. Обо всем этом нас предупреждал наш пророк Мухаммад алейиссалату вассалям. Таким образом, мы понимаем, что наши сердца должны соответствовать исламу, а также необходимо, чтобы наш внешний вид соответствовал шариату. И то, и другое необходимо для того, чтобы стать совершенным мусульманином. Просто одеваться в исламской манере и выглядеть мусульманином, будучи лишенным исламских ценностей и характера, недостаточно. А что касается требований шариата касательно внешнего вида, то тот человек, чье сердце подчинено Аллаху, обязательно обеспечит соответствие своей внешности шариату. Другими словами, то, как мы выбираем выглядеть внешне, в какой-то степени олицетворяет нашу покорность Аллаху. Носить одежду – это то же действие, и поэтому Аллах посмотрите на нашу одежду, соответствует ли она приказам Аллаха. Да благословит нас Аллах быть хорошими мусульманами и внутри, и снаружи. Аминь. 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 Аминь.